В текущем году в рамках инвестиционной и государственной программ более 127 миллиардов суммах будет направлено на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт 13 общеобразовательных учреждений Джизакской области. Так, в Зарбдорском районе уже отремонтированы и сданы в эксплуатацию сразу два специализированных учебных заведения для детей с ограничением слуха. Подробнее Наргидша Исламова. Сразу две специализированные школы-интерната в Зарбдорском районе были полностью отремонтированы и сданы в эксплуатацию. 35 лет назад в спецшколе обучалось 48 детей, но данный показатель вырос, и позже она была разделена на два учебных заведения для детей с ограничениями слуха и для тех, кто не слышит. В настоящее время в специализированной школе-интернате для слабослышащих детей 214 воспитанников. Многие годы учебное заведение было вне зоны должного внимания. В соответствии с указом президента Узбекистана о мерах по кардинальному совершенствованию системы государственной поддержки лиц-инвалидностью в мае. Данное учебное заведение было реконструировано, теперь оно соответствует требованиям. 20 аудиторий, среди них по изобразительному искусству, родному языку и литературе, оснащённые классы для изучения точных наук, электронная библиотека и компьютерные классы. Все мы, родители и специалисты сферы образования очень впечатлены. Теперь всё, что от нас требуется, это работать, прикладывая максимум усилий. Чтобы наши воспитанники нашли своё место в жизни, были адаптированы к условиям внешнего мира. Специальные кабинеты для обучения шитью, ювелирному делу, кройке и дизайну, парикмахерским навыкам по уходу за больными оборудованы соответственно, чтобы детям было комфортно осваивать азы профессий. Например, Хасан Джон Батыров увлекается дизайном. Воплощать свои идеи в реальных моделях ему помогает учитель. Хасан Джон доволен условиями и верит, школа поможет ребятам встать на ноги в профессиональном плане. В этот же день состоялось открытие специализированной школы-интерната для глухих детей. Программа мероприятия «Свободные дети благополучной страны» с участием родителей, активистов, получилось по-настоящему праздничной. Впечатления выступавших об изменениях, происходящих в сфере образования, в том числе и забота, проявляемая к нуждающимся в соцзащите, отражалась в условиях, созданных по этому обновленному адресу. С ними гости ознакомились детально. Хочется отметить, в целях поддержки детей с особыми потребностями и создания условий для них, из местного бюджета было выделено около 8 миллиардов сумм. Направили их на нужды специализированного школы-интерната для глухих детей. В результате здесь есть современные кабинеты информатики, робототехники, психолога, сурдопереводчика, библиотека, актовый зал, медпункт, 19 учебных и научных классов, 6 для индивидуальных уроков, 3 по профориентации, 2 для обучения навыкам парикмахера, спортзал, столовая, общежитие на 160 мест. Мой сын обучается в этой школе-интернате уже 10 лет. Здесь он не только получает знания, но и осваивает профнавыки. Конечно, я буду рада, если у него в будущем будет профессия. Хотя я и увлекаюсь живописью, мне очень приятно видеть условия, созданные сегодня в столярной мастерской. Сейчас изучаю секреты профессии. Раньше не хватало необходимых инструментов, а теперь для каждого направления свой инструмент и станок. За всё, что для нас сделано, в первую очередь огромное спасибо нашему президенту. Уверен, что качество обучения в нашей школе повысится, талантливой молодёжи станет больше. Действительно важнейшим аспектом этого современного объекта является качество образования. И, как подчеркнул Сардор Джоан, в школе наряду с получением знаний ученики могут реально освоить профессии и стать неотъемлемой частью нашего общества. Дающие специфичности для самого дерева воспитания в этот космический аспект.